Что такое потребление? Ну, самое простое описание, это текущая парадигма нашего общества, которая требует от вас постоянно покупать какие-нибудь новые игрушки. Это не хорошо, неплохо. Проблема в том, что таким образом вы реально, но вы живете ради маркетологов. Сейчас такая мощная система воздействия на вашу реальность происходит, что подавляющее большинство людей вместо того, чтобы думать о том, зачем они что-то покупают, воспринимают картинку и полностью пляшет на связке стимул, реакция, действие. То есть правильно простимулированный, вернее, сейчас я даже по другому зайду. Сейчас существует такой объем данных, такой объем исследований, такой объем материалов и экспериментов, что с очень большой долей вероятности можно предсказать, как им нужно простимулировать человека, для того, чтобы он совершил какое-либо действие. В данный момент, безусловно, совершил покупку. Потому что большая, большая возможность манипулирования людьми находится у людей, у которых у вас большим количеством капитала. Да-да-да, это теория заговоров и все такое. По факту, легко понять, что если вы вложите 100 миллионов в исследование какой-либо публикационной модели, то вы получите результат, отличающийся от прочитывания инструкций по настройке рекламы ВКонтакте за 100 рублей с кинутом дяди Васи. И большие компании, разумеется, заинтересованы в азарте инвестиций. Я вам приведу простейший пример целей, связанных с потреблением. Когда люди, если вы уже начали говорить про iPhone, готовы купить тот же самый iPhone, что и у всех остальных, но неделю или на две раньше, чем в России, заплатив за это на 100, 200 или 300 тысяч рублей больше. То есть вы покупаете владение предметом на протяжении плюс одной недели для того, чтобы... Что? Судливый тратит 300 тысяч рублей на что? Ну, например, для того, чтобы доказать всем, что они имеют доступ к потреблению другого класса, чем все остальные. То есть они ближе к какой-то мифической кормушке. У нас сейчас забавная цивилизация понтовства. В чем проблема целей, связанных с потреблением? То, что ты тратишь деньги на то, что лично на тебя никакое влияние не оказывает. Безусловно, потребление очень важно, если вы продавец. Вы можете потреблять. Вы можете понимать, что крутой мобильный телефон через три года будет гораздо дешевле, чем сейчас. Вы можете также понимать, что в сентябре владельцы iPhone 6s в один момент станут говномерцами и ходить с устаревшими говнофонами. Но я, опять же, лично я не гонюсь за сменой телефонов в каждую модель. Я вижу, когда у телефона появляются функции, которые нереально будут полезны. Я, безусловно, его поменял. Но я не гонюсь за каждым обновлением каждого iPhone. Вы должны уйти из модели потребления, потому что это круто, в модели покупки инструмента для достижения цели. Соответственно, если вы покупаете себе ноутбук для того, чтобы реально печатать текста или компьютер для того, чтобы реально работать в интернете, то у него не должно быть супер крутой мегапроизводительный гиперграфический мегакарт. Типичные примеры потребительских целей. Шмотки, машины, номера телефонов и мобильников, игрушки дорогие, статусные, украшения и все остальное. Поймите, все это, безусловно, важно, когда вы из себя ничего не представляете как личность. Когда вы катаетесь на машине, потому что вы выбрали не для того, чтобы провести впечатление, а потому что вас устраивает, как она водится, рулится и все остальное, то вам надо сразу что про нее думать. Поймите, что сколько людей, столько мнений и понравиться абсолютно всем нельзя. Нет машины, которые нравятся абсолютно всем. Правильное решение в потреблении, это вместо потребления честно ставить у самого для себя цели на инструменты. То есть покупать ровно то, что требуется для вашей цели.